Приводить в порядок балкон, а потом взыскивать... Ребята, это надо решать. Скамейка заказана. Это два скамейка со спинками. Будем распределять. Ну вот тогда уж сюда. Просто может быть где-то согласятся без спинок взять скамейку. А вот я и хочу сказать, там около Декси три скамейки. Одни бомжи сидят. Далеко от магазина они сидят и выпивают. Ну и надо, пожалуйста, вот обещать его дома. Замечательные скамеечки. Не, нужно, чтобы и там были замечательные скамейки. И у вас была удобная скамеечка. А им двух хватит. Ясно. Хорошо. Так, а еще какая скамейка? Про какую скамейку? А еще вот тут дома и я. Пойдемте тогда. Я своим округом занимаюсь. Нет, я занимаюсь своим округом постоянно. После того, как вы меня избрали и доверили мне быть депутатом. Подвалы я вот вчера закончил. Сказать, вот ваш дом, вот этот дом и этот дом. Окончательно все, полностью все подвалы я прошел. И теперь по этому поводу мы будем принимать соответствующие решения. То есть мы сделаем что? Мы, наверное, разработаем соответствующее положение, чтобы было удобно домам вот в этом алгоритме находиться и жить. Площадку, пожалуйста, устроите. А? Я вам сказал, давайте вот собираем подпись. Ладно, будем красить. Нет, при чем? Мы вам ее благоустроим, мы вам ее передадим. Вы только за ней следите. Подъезды я тоже смотрел. Есть у вас... Нет, главное приятно, что в вашем доме, в вашем доме, да, подъезды требуют ремонта. Но они чистые. В этом доме тоже старики живут. Они просто не смогли пустить. Вот они прошел раз, когда мы собирались там, вот они просили, чтобы вот здесь вот... Вот понимаете, здесь ноги можно сломать. Вот здесь на скамейку садимся. При подъездной территории как-то надо было уходить. У нас дворник один слепый на полтора дома. Ноги плохо ходят. Вот они выходят и... И плюк на скамейку. Да, во в нашем доме. Ну, что я могу сказать? Сейчас, конечно, год тяжелый, 16-й будет. Но мы... Вот смотрите, чтобы вы понимали. Мы отремонтировали, восстановили полностью, сохранили облик дома культуры. Ну, это вы говорите. Да, я бы говорится, да. Но другие там уже быть не знают. Мы заканчиваем строительство Ледового дворца. Мы заканчиваем строительство ФОКа. Мы все-таки сделали очень много улиц. Улицу Иваново, театральную рядом с вами сделали. Криховское шоссе сделали. Тротуара нет у нас. Детский сад. Понимаете, детские сады, он там подсказывает, да, очень много сделано. Вот сейчас у нас получается такая ситуация, закончится строительство ФОКа, Ледового дворца, плюс ГДК у нас закончится. Конечно, возможностей будет больше. Более того, в прошлом году, когда вы доверили депутатам, выбрали городских депутатов, в том числе и меня, первое, что я сделал, я сказал всем депутатам, чтобы они записали все основные проблемы своего округа, в том числе и вот моего округа. На моем округе какие проблемы? Это первая проблема. Ледовка. То есть у нас не решена проблема, то есть эти все дома строились как пирожки, росли, и сленевку никто эту не предусмотрел, не сделал. Это оно бы сделало, то есть сленевка, да? Ну и плюс, вот вот, я буквально месяц два тому назад по службе заказчика взял людей, и мы прошли вот эти все ямы, все они отмечены. Все это зафиксировано. Ну, ясно дело, что проблема благоустройства детских площадок и парковки. Но в первую очередь это леневка. И у нас есть дома. Вот я был в вашем подвале, у вас хорошо в подвале. А вот на железнодорожной из подвала, там, извините меня, трудно было туда зайти. Но на сегодняшний день уже туда можно заходить. Мы там навели порядок. Извините меня, уже так фекалиями не воняли. Как воняло, когда я начал этой проблемой заниматься. Поэтому ничего нового не скажу. Москва не сразу строилась. Но то, что от меня зависит, то, что я могу сделать, я буду делать. Я вот хочу только заметить. Вот вы перечислили объект, который в этом году уже устроились или отстроились, или завершились, или еще не завершились. Но это все крупномасштабное. А вот эти вот тротуарчики, это мелочь. А вот смотрите, вот я вам пример сейчас приведу. И вот этим бабушкам фок не нужен, ледовый не нужен. И еще, как говорится, дом культуры даже этот. Не дайте. Понимаете, им нужно, чтобы было удобно выйти, хорошо посидеть и подышать свежим воздухом на траве. Дело все в том, что, может быть, вы с одной стороны и правы, но это, понимаете, это уже, так сказать, неправильно. У этих бабушек есть у них, есть дети. А нам нужно здоровое общество, чтобы эти бабушки спокойно чувствовали себя на скамейках. Что парни, они занимались наркотиками, а находились в спортивных залах. Люди должны творчески развиваться, для этого должен быть дом культуры. И чтобы они туда приходили и становились творческими людьми. А то, что вы говорите в отношении, так сказать, придомовых территорий, я еще раз говорю. Вот смотрите, вот пример, вот выбор. Или сделать улицу Иванова, да, например, да, или сделать вот вам театральную улицу. Или сделать подходы к домам. Понимаете, мы всегда находимся... Нет, нет, ну это вы так считаете, да? Можно параллельно делать ледовый и подходы к домам. А фок пока подождет. А фок пока подождет, понимаете? Не подождет фок, понимаете? Его надо сделать, потому что это будет дальше результататься. А потом, смотрите, для того, чтобы построить фок, есть экспертиза. Вот, пожалуйста, я вам конкретно пример на своем опыте могу привести. Вот у нас есть дом творчества. Видите, в каком он состоянии? Внутри он ухоженный, а снаружи он весь такой. Стыдно посмотреть, правильно? Для того, чтобы его сделать, если вы знаете, что там в этом доме было. В этом доме был первый съезд депутатов в 1905 году. Историческое здание. Калинин там был. Там был знаменитый борец, да? Что происходит? Для того, чтобы его отремонтировать, нужно заключение экспертизы. Значит, сделали заключение экспертизы. У экспертизы заключения есть определенный срок. Если мы срок не отремонтируем, нам опять нужны экспертизы. Так же и с фоком. Есть заключение экспертизы. Мы не будем делать фок, мы будем делать дорожки, мы опять заплатим за экспертизу. Поймите, мы должны рачительно относиться к тем деньгам, которые у нас есть. Поэтому есть приоритеты. Но я еще раз повторяю. Мы переходим к акценту на внутридомовые территории. Мы начинаем эту работу. И поэтому депутаты, в том числе и я, мы записали все проблемы, которые есть. Мы составили эту шахматку, так называемую, по округам. И все это отдали в администрацию. По тем деньгам, по которым это было в прошлом году, когда мы после выборов все это сделали сразу, ваши наказы, то это дело где-то в порядках от 200 до 300 миллионов рублей. Сейчас, конечно, с учетом экономической ситуации, это будет дороже. Но то, что это будет делаться, это будет обязательнее. Более того, на сегодняшний день здесь понимание у нашего, одного из, так сказать, старейших предприятий, как я, когда их поздравлял, сказал, что это наше прошлое, настоящее будущее. Это Еврокимфосфорит. Они сегодня готовы финансировать, значит, разработку генерального проекта полностью, благоустройство города Кингисеппа, под авторским контролем и контролем общественности и депутатов. Вот тогда у нас еще более активно эта работа пойдет. Скажите, до поликлиники у нас пешеходных дорожек нет, нигде скамеечек нет, а мы в больницу часто ходим. Там страшные дороги, страшные дороги. Не, ну там, во-первых, у нас лежачие полицейские лежат в поликлинику, и там все это предусмотрено. Там у вас намечаются дорожки? А это уже непосредственно в поликлинику умеете? А, дорожки-то там намечаются, нет? На Воровского. На Воровского. Не пройти там, вот где цветочный магазин. Юлисанна, запишите, пожалуйста, вот тут задают вопрос по Воровскому. Где у нас получается поликлиника? Просил еще сделать там бег весь, долбанул и сломали. Но здесь надо еще узнавать. Есть люди, которые не хотят, чтобы скамейки были, понимаете? Спасибо вам. Прежде бы выход был какой-нибудь. Выход вместе будем искать. Но вода вот не встанет, выход посмотрим. Да. Поленько лед туда-сюда и потом. А вы не хотите возглавить дом свой вот этот? Нет, мне поздновато будет. Поздновато? Да. А может быть подумайте, кто может... Вот Валентин. Вы, наверное, знаете Сакадзе. Знаю. Это мой сосед через стену. Как адвокат. Он мне предлагал, как бы, вот этим заняться. Не мне лично, а вот он возглавит, а я там... Надо было отделиться с домом. И было все в порядке. Ты сожжай организовать. Миллион рублей. Ну это все-таки... Миллион рублей на обслуженный дом в год. Это нельзя такая должна быть. Потому что коллеги-то можно было сделать. Вот квартира здесь. Вот делали мы многое. Многое. Я сожжил подъездом. На меня страниц, я тридцать. Только тренинг. Нет понятия, как это так. Вот и в лесенкой подъездом. Там авто стенка. Извините. Я ни в день не нашел, чтобы мне показать, что это не делал. Предлагал я бы, я с этой рубашкой краску попросил, покрасил вот этот красный подъезд. А сейчас стоит все делать. Один, второй, а там в окно. А вот по этому подъезду могут обращаться. Там ремонт не сделали. Да, ну что вы пока не понимаете? Ну, ну, вообще. Несколько... Я уже... Да страшный вообще это. Нет, ну я понимаю. Он страшный. Я согласен. Я это все вижу. Здравствуйте. Здравствуйте. Я это все вижу. Я еще раз говорю, понимаете. Для того, чтобы отремонтировать ваш подъезд, в нем должны участвовать все, в том числе и вы. А если вот так вот, что именно за счет средств муниципалитета, это не получится. Да. Это не, понимаете, по закону не получится. Это 49 тысячи с материалом, а не без материалов. Да, все. Ну вот. Что-то больно дешево, мне кажется, гораздо дороже. Тут аналогичный подъезд, вот, за вашим домом, нам принесли, и все, вот, общая сумма 47-700, по-моему. Пять этажей, 42 этажей. Ну, есть подъезд даже. Ну, 42 этажей. Что-то мне кажется, что-то тут у Сергея Анатольевич. Потому что мы так слышим, где под 100 тысяч подъездик стоит. Не, ну, я тоже думаю, что здесь материал. А 43 – это стоимость материала? Да? Плюс работа. Ну, правильно, сто тысяч. Ну, по 100 где-то, да. Ну, вот инициативный житель, жительница, говорит, дайте мне материал, я сделаю сам. Вот, давайте вопрос, как решается. А, ну, если только так, тогда 142, может быть, если найти материал и сама сделаю. Может быть, конечно. Ну, в общем, вы были на приеме, Юлия Александровна, записана у нас, да? Да, записана. Да, в июне месяце 2-го. Ну, тогда надо просто нам… Вы тогда подумайте, выйдите на нас, и будем решать этот вопрос. Не трудно, да? Редактор субтитров Н.Александр